За много сотен лет до того, как всемирно известный американский кардиохирург профессор Дбейкер объявил о том, что главным врагом для сердечно-сосудистой системы, для коронарных сосудов, для состояния миокарда является состояние желудочно-кишечного тракта в целом, а в первую очередь состояние желудка, каноническая тибетская медицина в лице великих, знаменитых тибетских лама-имчи, врачей-целителей, поставили во главу угла очень многих процессов оздоровления, восстановления здоровья человека, именно восстановления состояния желудка. Насколько позволяют об этом судить медицинские памятники, в первую очередь такой, известный как памятник медицинской культуры Тибета Джудши, именно лама-имчи впервые в истории медицины глобальной объяснили, что многие проблемы связаны с изменением, так называемой, модальности или поведения желудка, которое зависит от а рациональности питания, которое вводило, входило в состав рациональности питания, входило количество приемов пищи, соблюдение сезонности приема воды, соблюдение сезонности ношения одежды, соблюдение сезонности труда и отдыха, соблюдения сезонности эмоций. Потому что ламы МЧ после китайцев, особенно северных китайцев, впервые отметили о том, что характеристики наших эмоций носят сезонный характер. А как раз таки это связано с тем, как ведет себя наш желудок с точки зрения реактивности, ответных реакций, в первую очередь тех структур, которые формируют первый эшелон ферментной активности, так называемые сычужные ферменты. И в связи с этим, конечно, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, хочется подчеркнуть о том, что наши уже православные, российские, не только православные, но и каноны иудейства, и каноны мегаметанства, и каноны буддизма, конечно, построены в основном, в этом смысле, восстановление здоровья своих приверженцев, на соблюдении гастрономического канонирования. И в связи с этим, конечно, хочется сказать о том, что зима, осень, или в порядке поступления осень, зима, весна, являются темными самыми ступенями, через которые должен пройти желудочно-кишечный тракт, для того, чтобы в состоянии встретить лето, встретить осень, и встретить новую, новый сезон. И сегодня мы с вами поговорим о том, я скорее вам расскажу о том, что есть три способа воздействия, которые называются три пути легкости, которые вы очень легко можете сделать сами, собственными, своими руками, на собственном теле, для того, чтобы восстановить состояние желудка, именно с точки зрения его состоятельности, по отношению к ручной полости, по отношению к внутренним органам, по контролю кислотно-щелочного равновесия. Именно эта, именно эта тибетская школа позволяет регулировать состояние тонкого кишечника, именно эта тибетская школа позволяет регулировать состояние толстого кишечника. В целом, составляя тот самый конгломерат очищения кишечника, который мы, к сожалению, особенно европейцы, в этом плане часто очень нарушаем. Почему? Потому что во многих источниках вы можете найти о том, что процесс очищения организма, а вообще не нужен никому, как нам пишут некоторые наши доброходы. О каких чистках сосудов вы говорите, это не канализационные трубы, очистить сосуды невозможно. Мы уже не будем, статья на 11, спорить с вами, уважаемые друзья. Мы вас просто будем посылать к первоисточникам в этом смысле. Не в лес, или лесом, или садом, а к первоисточникам. Откройте, оторвите свои, как говорил Владимир Владимирович, наш замечательный президент, свои резиновые попы. Пойдите в библиотеки, если вам лень ходить в библиотеки, зайдите в Википедию, откройте и посмотрите, что именно в джучи, в первую очередь, расписаны эти все приемы. И эти приемы очищения организма начинаются, в первую очередь, с очищения желудка. Потом следующий этап, это очищение кишечников, потом очищение печени. Именно в этом порядке мы с вами воздействуем на систему желудочно-кишечного тракта. И если у вас все в порядке, если у вас все в порядке в этом смысле, или вы чувствуете себя относительно здоровыми, и по желудку, и по кишкам, и по состоянию вашего печени, только лишь в этом случае, мы всегда рекомендуем заниматься сосудами. Но, я хочу сказать, что невзирая даже на состояние, ни желудка, ни кишечника, ни печени, очень важно поддерживать оптимальный функционал сосудов. Потому, что мы отдельно не разбираем позиции сосудов и внутренних органов. Потому, что каждые внутренние органы имеют свою сосудистую систему. Но, это, в общем-то, такая академическая демагогия. Поэтому, для того, чтобы ее прекратить, прекратить лишнюю болтовню, в которой, опять же, лишний раз хочется сказать вам, что вы нас в этом, Статьяна Владимировна, часто обвиняете и пишете бла-бла, 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 как будто других букв в русском алфавите, кроме Б, Л и А, нет. Сегодня мы не говорим бла-бла, а мы говорим, во-первых, мы вас приглашаем на наш воскресный авторский вебинар, который пройдет в 16 часов по Москве, вот, в ближайшее время, в ближайшее воскресенье. На нем мы подробнейшим образом остановимся на специфике приведения в порядок желудка. На нем мы остановимся на некоторых гастрономических приемах. На нем мы остановимся подробно на необходимости применения, как говорит профессор Дадали, биологически активных добавок пищи. Именно Владимир Абдулович делает упор и педалирует то состояние в нашем организме, что, начиная с молодых ногтей, мы обязательно должны с вами принимать биологически активные добавки пищи. Потому что быстрая изнашиваемость наших воспроизводящих систем, в первую очередь, связана с тем, что мы очень часто страдаем от неконтролируемых потерь микро и макроэлементов. А уже потери микро и макроэлементов формируют новые связи, происходит новая перепрошивка наших информационных блоков в нашем организме, я имею ввиду в отношении здоровья. Но если покопаться глубоко среди всех этих посылов, то мы найдем с вами достаточной степени легкости профессионально это делать, вот как раз таки то, что я вам сегодня покажу. Три точки воздействия, три точки легкости желудочно-кишечного тракта. Обращаю ваше внимание, желудочно-кишечного тракта. Итак, первая точка воздействия на желудок. Она находится у вас, у каждого персонально, под мечевидным отростком. Моя жена часто мне говорит о том, Господи, ну кто знает, где у нас мечевидный отросток. Уважаемые друзья, мечевидный отросток это то, что чем у нас заканчивается грудина и откуда начинается солнечное сплетение. Почему называется мечевидный отросток? Потому что имеет вот такое вот окончание. Как гладиусы, как мечи имели вот такое вот окончание. Ровно так же наша грудина имеет вот такое вот мечевидное окончание. Вот нашли у себя вот эту крайнюю хрящевое, хрящевое выпячивание. У кого оно прощупывается? У меня пока, слава Богу, прощупывается. У кого-то не прощупывается. Просто определитесь, что здесь заканчивается ваша самая выдающаяся часть грудной клетки, именно в части грудина. Вот, под этим, в этом месте находится точка солнечного сплетения. Нашли? Слава тебе, Господи! Наконец-то мы все нашли одну и ту же точку у себя. А то у нас-то, кстати, у меня, посмотрите, у меня тензура даже увеличилась. То есть, лысына, плешь на голове. Вы мне ее проели уже, а точки вы нам покажете. А вот вы нам рассказали об этом, а что же нам теперь ждать полнолуния, а как нам давить, а как нам шурить, а как нам... и так далее, и так далее. Нашли точку. Вот она, первая точка. Что мы с ней делаем? Обращаем ваше внимание. Мы на нее с вами воздействуем по часовой стрелке в течение трех минут. Мы на нее воздействуем в течение трех минут. С чем это связано? Сразу объясняю. Это связано с тем, что воздействие на это место у нас оптимизирует функцию зубчатых мышц. Вот эти самые наши подъемники грудной клетки, которые, в случае страдания пищевода, которые, в случае страдания со стороны кардиального отдела желудка, которые, в случае страдания такого, как опущение желудка, отражаются, как раз-таки, на формирование, так называемой, ригидности или затвердения грудной клетки. В этом состоянии у нас происходит нарушение наших, так называемых, грудно-мышечных приводов, которые заканчиваются слева здесь у нас, вот в этом месте, где у нас начинаются лестничные мышцы. И справа тоже здесь, где у нас начинаются лестничные мышцы. Зачем? Почему нам это очень важно? Потому что ригидность грудной клетки отражается на склерозировании сонных артерий. Понятно? Понятно. Значит, три минуты воздействуем на это место для того, чтобы разгрузить грудную клетку. Дальше. Воздействовать нужно мягкими массажными движениями. И Татьяна Владимировна мне подсказывает, может быть, кисточка, ты своим голоском нежным скажешь. Вот Татьяна Владимировна мне вот так вот говорит, ты можешь нежным голосом сказать. Воздействовать на это место надо мягкими, интеллигентными движениями. Но у меня все равно такой голос не получится, как у жены. Поэтому... Воздействовать нужно мягкими массажными движениями по часовой стрелке в течение трех минут. Но усилие все же должно быть ощутимым, чтобы мозг мог сформировать правильный рефлекторный ответ. Вот давайте, вот мы сейчас вот в таком вот, в диалоге, закрутием наши взаимоотношения. И поэтому я просто буду показывать на локализацию, а Татьяна Владимировна будет это сопровождать. Следующее место воздействия, следующее место воздействия, абсолютно будет неожиданно. Потому что оно не будет центробежное, а оно будет центростремительное. Поэтому следующее приложение нашего воздействия, это начало вашей правой паховой складки. Подойдите к зеркалу, поднимите свою ночную рубашку или что на вашем там теле бренном, и найдите у себя начало правой паховой складки. Как только вы увидите у себя начало, у каждого это персональное место, поставьте сюда свой указательный палец или то, чем вы можете воздействовать на это место, и в течение трех минут, Татьяна Владимировна, пожалуйста. Мягкими массажными движениями воздействует по часовой стрелке в течение трех минут. Дальше мы с вами опять возвращаемся на замечательную точку солнечного круговорота. Вот она. Опять мы возвращаемся на точку мечевидного троска. И воздействуем на это место в течение трех минут Ну вы поняли. Ну вы поняли, да. После того, как мы в течение... Мы с вами переходим на третью точку, которая находится в начале уже какой? Левой паховой складки. Нашли? В зеркало подошли? Рубашечку подняли? Начало паховой складки нашли? Поставили сюда свой указательный пальчик или то, чем вы можете воздействовать мягкими движениями в течение трех минут по отношению к собственному телу по часовой стрелке. Да, Виктор Владимирович, вы пропустили слово массажные. Да, вот нас за это уже казнят, 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 казнят. Вы совершили страшное преступление. Страшное, да? Против человечества, да? Да. Ну что же делать? Татьяна Владимировна, там где-то пепел у нас стоит. Приглашайте, пожалуйста, на вебинар. Во-первых, я сейчас посыплю себе голову пеплом. Ну, в перерывах между съемками посыплю голову пеплом, потом пойду умоюсь. Ну и Татьяна Владимировна в моем лице. Я буду рот открывать, а Татьяна Владимировна будет говорить. Дорогие... Ну, Кися, ну давай, говори. Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Приглашаем вас на наш авторский вебинар, который пройдет 30 октября в 16 часов по Москве. И мы с вами в открытом эфире простыми словами, друзья, поговорим не о маме, а поговорим о главном органе сослов тибетских врачей Ла-Ман-Чи, нашем желудке и влиянии состояния нашего желудка на нашу сосудистую и сердечную. сердечно-сосудистую систему. Милости просим! Ссылка на наш вебинар под этим видео. И запомните, солнечное сплетение, правая паховая складка, солнечное сплетение, левая паховая складка. Что мы с вами делаем и какое количество раз? Поделайте это воздействие у себя хотя бы вот ближайшее время в 16 часов сегодня, завтра, послезавтра, до самой нашей встречи в эфире. И обязательно напишите нам, что вы почувствовали в процессе воздействия. Потому что подняли рубашечку, мало ли что вам в голову может прийти. Паховые складки тем более нашли. Залюбовались собственным телом и подумали, нахуй мне нужен этот вебинар. Зачем мне нужен этот желудок? Если умеет, так все в порядке. А если говорить серьезно, то обязательно, конечно, напишите о своих ощущениях. И если у вас есть выраженные или косвенно выраженные признаки изменения состояния вашего желудка, состояния ваших кишок, как вы себя почувствуете после воздействия на три пути легкости. И мы обязательно прокомментируем, Статьяна Владимировна, ваши результаты, ваши впечатления. Потому что это очень важно. Не только с точки зрения диагностики, но и с точки перспектив вашего дальнейшего, в лучшем смысле этого слова, существования. Милости просим. Будьте здоровы!